Гигантская обсерватория, морской порт и центральный сибирский музей. Все это сто лет назад напророчил красноярску писатель-революционер. В своем эссе «Сибирская фантазия-экспресс» Алексей Гастев предсказал будущее сибирских городов. Оправдал ли Красноярск надежды? Фантазии с реальностью сравнивала наша съемочная группа. Стальной паровоз как символ революции. Экспонат неподъемный. Ему более 65 лет. Его создали красноярские рабочие завода ЭВРЗ специально ко дню рождения товарища Сталина. Раньше семафор мигал огоньками, а из трубы валил густой пар. Блестящий сплав истории и революционной романтики. Это лишь один из экспонатов выставки «Экспресс-панорамы» в Красноярском литературном музее почти готовы принимать гостей. Уже 30 марта все желающие смогут узнать, почему наши предшественники считали Сибирь локомотивом страны, а Красноярск мозгом Сибири. Он описывает, что строится Кровический музей. Так вот, об это время на самом деле он строился. Ровно 100 лет назад целый абзац пророчеств о Красноярске написал амбициозный революционер Алексей Гастев. Он ехал в ссылку по железной дороге и наблюдал сибирские города. Он сам писал про этот свой текст следующее, что если бы не нарымская каталажка, не научные журналы, которые удавалось там читать, и не бесконечные разговоры с сибиряками, возможно, этого текста и не получилось бы. Это была такая когорта крупных мечтателей. Смелые мысли, научные фантазии – все это казалось его поколению совсем не утопией. В то время, уверен аккуратор выставки, молодые люди мыслили куда масштабнее. Оправдались ли ожидания молодого писателя-революционера за 100 лет, мы решили посмотреть наглядно. Светлое будущее города Гастев видел так. В описаниях говорится о Центральном сибирском музее, который стал целым научным городом. Рядом университет, известный во всем мире. Здесь же утопист видел геологическую лабораторию с сейсмографом, способным предсказать любое землетрясение. Рядом с университетом – интернациональная клиника на 20 тысяч человек. Чуть подаль должно было появиться здание обсерватории. Белый шпиль, смотрящий в небо – дом научных конгрессов. «Красноярск, верфь мира и морской порт», – писал революционер. Он упомянул дамбу и оживленное движение по реке. А по берегам, цитата, «точно скелеты ихтиозавров, высятся эллинги судостроительных заводов». Наступил год 2017-й. Фантазии оправдались далеко не все. Вместо гигантского музейного центра музей краеведческий, зато компактный и уютный. Рядом нет университетов. Студенческие корпуса расположились в нынешнем Октябрьском районе АСФУ. Ну, чем не альтернатива ученому городу? Обсерватория. Увы, это не про Красноярск. Хотя недавно в городе открылся мини-планетарий. Сейсмической станции, известной во всем мире, тоже нет. Зато есть улица Геологическая и Институт горного дела. Вместо интернациональной клиники БСМП. Тысячекойчная. До дома международных научных конгрессов у нас так и не дошло. Зато есть речной вокзал. Правда, он не работает. Но работает ГЭС. Строение помасштабнее дамбы Гастева. Вместо сотен судов на Енисея только плавучие рестораны, баржи и ракеты. Да и судостроительный завод был построен перед войной, как авиастроительные мастерские. Красноярск так и не стал городом-портом. В 90-х здание судостроительного завода забросили, и картина больше похожа на антиутопию. Своими глазами убедиться, что некоторые прогнозы писателя все же сбылись, и узнать о других городах будущего можно на выставке литературного музея. Она будет работать до августа. Возможно, 100 лет недостаточно, чтобы реализовать все масштабные проекты наших предшественников. И теперь только будущие поколения лет через 100 смогут оценить, насколько реальны были мечты революционеров. Анастасия Прохорчук, Евгений Шестаков, Седьмой канал.